Волня с Городом. Радио. Молтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Доброе утро. Здравствуйте. Начинается программа «Добро пожаловаться». Олег Пеков в студии. И сегодня с нами на прямой связи наши эксперты, которые будут отвечать на ваши вопросы, объяснять непонятные, может быть, какие-то вещи, связанные с коммунальным хозяйством и с обслуживанием домов. Это председатель правления Товарищества Центра консультаций собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, а также эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домов управлений, в том числе и РНП, Айвер Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я напомню, телефоны для прямой связи можно звонить нам в студию по прямой линии 67212-93.9, 67212-93.9, есть еще параллельная линия 67213-93.9. Также можно писать нам в WhatsApp 2-300-6191, 2-300-6191. Очень приятно, что вот прямо перед программой прислали нам как раз-таки по WhatsApp ряд вопросов. Значит, я сейчас начну их зачитывать. Вот в списке задолжников сил Томс есть дома РНП с долгами более 2000 евро. Отопление у них уже с 22 сентября, а есть дома с долгом по 100-200 евро, но у них из-за долгов отопление еще не подключено. Оба дома обслуживают РНП. В первом есть горячая вода от сил Томса, во втором стоят газовые колонки для подогрева воды. От чего зависит подключение домов? И дальше вот пишут, почему жильцы должны отвечать за долги, если им даже не сообщили, что у дома есть задолженность по отоплению. Ну, это, наверное, я могу ответить. Это политическое решение РНП, когда какой дом подключать, и каждый год РНП принимает какие-то свои критерии, по которым будут присоединить к отоплению первые дома, по которым будут вторые и так далее, да, по очередям. Ну, РНП так действует, потому что вся коммунальная сфера так сделана таким образом, что поставщик тепла, в данной ситуации Тарик Силтумсон не берет во внимание, кто остался должен в доме, ему как клиент считается дом, они это все эти, не знаю, уже лет 20-25 таким образом себе позиционируют, им неинтересно, кто остался в доме должен. Им нужно главное, чтобы было стопроцентное погрешение долга до начала спитерма сезона. И они эту позицию никак не меняют. Сергей там больше скажет с практической точки зрения, что был уже в 2014 году принят закон о списывании долгов по отношению к персонам, которые претензии неспособны или мертвы. В эту статью закон тоже Рексилтумс очень долго, да, не хотел выполнять, хотел получать деньги также за должников, которые уже как бы никак их не взыскать. Ну, такая политика страны, такая политика самоправления и с приходом новой власти, ну, ничего не поменялось. Да, там видим, что очередной отопительный сезон, очередные те же самые проблемы, как в каждые годах. Хотя сейчас же правительство и самоправление, политическая власть одна и та же. Ну, могли уже наконец-то договориться и не мучить жителей между разборками, между двумя, в принципе, самоправлениями, принадлежащими компаниями. Ну, вот это мое мнение. Сергей. Ну, я могу только добавить, что после длительной борьбы, несколько лет, только с помощью Совета по конкуренции удалось убедить Рексилтумс о том, что принятые поправки к закону об управлении жилыми домами, где обозначали, что такое невозвратные долги, Рексилтумс начал списывать. И то с очень большим количеством наговорок и требует колоссальное количество документов. Они проверяют вплоть до того, что требует каждый ежемесячный расчет по всему дому, тарифов и так далее, чтобы проверить, насколько были обоснованы счета. Что такое невозвратный долг? Это фактически первый случай. Человек был признан по закону неплатежеспособным после 2014 года. Я повторяю, после 2014 года. Или человек умер, и с него невозможно взыскать долги. Это два случая. Но Рига с Силтумс требует, несмотря на то, что Совет по конкуренции и Министерство экономики разъяснили, что нет Рига с Силтумса права возражать по этим долгам без предоставления... Он не имеет права требовать предоставления документов о всех ежемесячных действиях, которые совершало Дома управления. То есть есть факт того, что человек умер, или есть факт о том, что человек стал банкротом, его долг нужно списать. Нужно подтвердить только, что этот долг был таким или другим. Но на самом деле Рига с Силтумс требует еще незаконно, но подтвердить, что были проведены все необходимые юридические действия, вплоть до последних действий, судебным исполнителям и так далее. Но в принципе я бы сказал так, что все равно это решение правительства о том, что и Сейма о том, что есть такие невозвратные долги, не закрывает очень большую группу долгов. Это те долги, которые образовались в результате того, что множество людей до 2010 года брали в кредит квартиры, после этого они не могли платить по кредиту, квартиры отчуждались в пользу банка, и там была очень сложная система взыскания. В итоге эти люди не стали ни неплатежеспособны, ни, слава Богу, живы, но взыскать с них нечего, и вот эти долги висят очень большим герном на всех управляющих. В том числе эти долги присутствуют и в этих долговых обязательствах передвигаться. Тут спрашивает еще слушатель, а, или у вас есть еще что-то добавить? Да, я хотел тоже добавить, потому что я обращался тоже к Фриксу, потому что мы неоднократно с ним обсуждали эти все вопросы, связанные с долгами. И у них есть свой аргумент, они говорят, а мы идем к регулятору, говорим, ребята, у нас долги, и как бы регулятор им не позволяет. Ну, тоже вопрос, на основании какой информации они шли к регулятору, если они сами не списывали долги. Тогда мое предложение было показать, сколько в отрасли есть, какой объем, количество долгов, показать реальный объем сданных дел судебным приставом, скажем так, временную шкалу, когда они были сданы. Там уже понятно, если 5 лет обратно сдал, судебным приставом сделал, и с этого момента ни сантима не прошло обратно, ну, значит, скорее всего, этот долг придется списывать. И таким образом через системные показатели понять, сколько велика эта беда может быть для Рига Силтон. Это вопрос 1% его оборота, 1,5% их оборотов. Сколько в денежном объеме это реальная стоимость цены списывания долгов? Когда эта информация есть, тогда можно уже на фактологии базироваться и сказать регулятору, это объективная реальность. Почему вы заставляете через такую политику обозначения тарифов платить эти долги другим жителям? Ну, так и так будут платить, но вопрос, каким образом? Можно же в тот же самый тариф поставить 1% резерв или 1% снизить административные свои издержки и сказать, что это резерв для должников, чтобы никто не пострадал, чтобы не шантажировать весь город тем, что у вас там 100 евро на дом, заплатите или мы не будем подключать ваш дом. Ну, наверное, неправильно. Я знаю то, что Сергей уже рассказал, действительно, закон предполагал, и тоже их совет по конкуренции, министерство сказало, что закон предполагает только факт. Должник есть, должник есть. Он платит же неспособный или умер, и все. И в действительности там, в том числе по домам РНПС, спрашивали очень большой объем каких-то дополнительных бумаг, действий непонятных. Это было вызвано одним, о том, что они политически решили не списывать. Они не хотели открывать этот ящик Пандоры, понимая, что, призная, что нужно списывать одному управляющему или одному дому придется делать это всему городу. Ну, ребята, ну, нужно тогда идти в совет не по конкуренции, а в регулятор и показывать все эти данные и говорить, ну, вот, нам нужен резерв просто для погашения этих долгов. Позвольте нам вот этот резерв вложить в тариф. Вот и все. Потому что, ну, это ненормально уже. Какой век на улице, да, мы еще все боремся с подключением тепла, и все из-за 100 евро страдает. Весь дом, ну, это неправильно со всех сторон, ну, с какой-либо вы смотрите. Я бы еще хотел добавить, что на самом деле, скажем, после 2016 года, если на доме образуются новые долги, и они становятся проблемой, то это явная нераспорядительность и надлежащее исполнение своих обязанностей управляющих. Все, что до 2016 года, там очень много нюансов, и, как я уже говорил, вот эти банковские долги, которые зависят. Ну, во-первых, я поддерживаю Айвар, это политическое решение, потому что владельцами Риги Суперс являются практически по половине государства и самоуправления. Кто с кем не может договориться, чтобы принять другое решение, которое учитывало бы в какой-то степени нужды жителей, непонятно. То ли государство не хочет, то ли самоуправление, то ли оба-два вместе не хочет. То ли там есть миллеритарный акционер с 0,5% голосов, может быть, он все блокирует. Это первое. Второе. Ну и для кого что делается? Давайте вспомним, что вот эти вот зависящие долговые суммы для банков государство, правительство решило очень быстрый оператив. Как только эти активы, так называемые, которые невзысканные долги по ипотекам накопились в банках в значительной степени и стали представлять проблему, государство разрешило им списать без финансовых поступков. То есть прибыли они присутствовали, присутствовали как учетные единицы. Потом правительство решило, что нет, давайте банки пожалеем. Но население, видимо, жалеть не надо. Оно выдержит. Я еще раз напомню, что на ваши вопросы отвечают Сергей Сидорко и Евгонтарев. Вы можете их задавать как по прямой линии 67212-93.9, 67213-93.9, так и писать нам на WhatsApp 2306191. Спасибо вашим гостям за постоянную помощь нам и консультации, вот пишет слушатель. На многие вопросы в студии должны отвечать работники депутата Рижской думы. Тогда, возможно, что-то изменится с уважением к вам и вашим гостям. Ну и тут же вопрос связан с тем, что если общий долг дома в квитанции указывается, то конкретно по отоплению неизвестно. Неужели каждый житель должен отслеживать это на сайте Силтумса? Как узнать долг по задолженности по отоплению? Если очень коротко, если вас интересует, какая задолженность именно передвига Силтумса, проще всего запросить в Рига Силтумса. Потому что данные Домоуправления в силу определенных причин, я говорю, это совершенно никаких подозрений не должно вызывать, и данные Рига Силтумса могут различаться. Домоуправление могло погасить часть долга за счет других платежей, еще что-то могло произойти. Но если вы хотите узнать реальный долг, то любому собственнику квартиру, насколько я понимаю, Рига Силтумс не отказывает. Тогда вот продолжение. Тут, значит, вопрос такой. Как жители города самостоятельно могут связаться с РНП или с Силтумсервис, если, ну, дальше процитирую, у них нет возможности отправить заявку по электронной почте, нет, ну, есть проблемы с интернетом, нет знаний, нет компьютера, нет смартфона, ну, могут быть разные обстоятельства. В РНП есть один платный телефон и один электронный адрес на все случаи жизни. Время ответа две недели. В Силтумсервис телефон бесплатный, но время соединения до 24 часов. Это указано прямо вот в информации на их сайте. Как связано? Наверное, надо задать вопрос, поскольку Рига Силтумсервис это сервизная организация, которая работает по контракту с Рига Снамо Парвал, ну, наверное, надо выяснять, а какие у них обязательства по коммуникации. Это вопрос коммуникации, это вопрос уважения клиента. Больше тут ничего нет. Дело в том, что я не слышал, что такие какие-то проблемы были у других управляющих компаний. Как-то связываемся, обеспечиваем и без колл-центров, и без дорогостоящих программ, но поддерживаем коммуникацию с жителями. Могу подтвердить, Сергей, как частный дом прав, тоже мы работаем с части, с, скажем так, партнером этих организаций, и у нас проблем связаться с ними нет. Это все по любому средству связи. Происходит из этого. Действительно, здесь что-то не отработано, что-то не отлажено в их взаимокоммуникации, что происходит, когда происходит и как поступает информация друг к другу. Так что, ну, что мы можем посоветовать? Ну, мы можем посоветовать, наверное, фиксировать эти даты, когда вы звонили и сколько долго ждали, чтобы была какая-то фактология, чтобы не были эмоции, чтобы вы конкретно могли сказать. Вот такого даты звонил насчет того, того-то ждал на линии вот столько-столько, заявку приняли и решили, не решили. И кому вы звонили? Силтум-сервис, РНП и так далее. Потому что, в принципе, тот, кто должен следить за этим, это РНП. То есть вы клиент РНП. Вы не клиент Силтум-сервис, вы клиент РНП. Силтум-сервис обслуживает РНП. Из-за этого все заявки, по моему понятию, должны поступать в РНП. РНП сам должен все решать. Вот и все. Они ответственны за действия. В РНП есть управление, есть совет, дальше есть исполнительный директор в Риге, про кого ничего не слышно, не видно в нашей сфере. Но он есть. Так что нужно просто пытаться достигнуть всех. Между тем, звонок. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Вопрос такой, вопрос тоже по долгам. Скажите, пожалуйста, вот есть какие-то документы, которые регламентируют Сода-Науда в ежемесячном счете? Вот дом сам, ну, обхозяйствуется сам, да, и принято решение внутреннее о 0,2% в сутки Сода-Науда за неоплачиваемый счет. Вот скажите, пожалуйста, вот это вообще как-то где-то регламентируется или только по внутреннему решению жильцов дома, ну, собрания дома? Очень простой вопрос. Регламентируется государство, что обязательные, что это не санкции, то есть кавы и манауда, которые можно взыскать без формы порядка, это 6% годовых. Вот и считайте, это то, что вас могут взыскивать в любом случае, и, в общем, не спрашивая вашего согласия. Если собрание собственников квартир дома принимает решение на собрании о том, что за задержку платежей взыскивается какой-то процент за каждый день задержки, то это только решение собственников квартир в силу она вступает в том случае, если вы подписываете с лично вы, собственник квартиры, подписываете с управляющей компанией договор, в котором это оговорят. Если такого письменного договора, где включен этот пункт, по штрафных санкциях нету, то взыскивать никто не имеет права, и в этом случае при отсутствии договора ни один суд не примет такую претензию. Ну, есть еще ограничения о том, что вообще-то штрафные проценты не могут быть больше, чем сам дом. То есть накопленные штрафные проценты не могут быть больше. Просто нужно учитывать, если вы подписали такой документ договора управления, где между вами и управляющей компанией, ну, или вашей бедной, не знаю, или управляющей, которого вы назначили, и там оговорено, что вы обязуетесь платить такую сумму, то да, вы должны платить. Причем учитывайте, что согласно закону сначала списываются штрафные санкции, только после этого начинает восполняться основной долг. Да, такого документа я не подписывала, но там так интересно есть включен пункт, что, ну, это стоши, ну, витям, ну, я делаю это. Что это? Но у меня нет такого документа. Ну, что это относится ко всем жителям этого дома? Это не относится ко всем. Есть гражданский закон, который в данном случае выше всего. Гражданский закон, вот такие вещи регулирует гражданский закон. Бумага все стерпит, можно написать и 50% за каждый день просрочек. Это не имеет значения. Должен быть двухсторонний, это уже давно юридическая практика показывает, должен быть двухсторонний договор между двумя лицами о том, что будут штрафные проценты и какой и какой порядок, и их размер и порядок в числе. Если такого письменного договора нет, дальше можете спокойно игнорировать эту сумму. Сергей, а у меня еще такое уточнение. Я вообще не подписывала этого документа и таким образом я даже не являюсь членом этой беды, но имею собственность. Если вы собственник квартиры, вы являетесь собственником квартиры, а это ваши обязанности возникают с момента приобретения прав владения, даже до регистрации в земельной книге, как только вы произвели сделку по приобретению имущества недвижимого квартирной собственности, и до момента отчуждения все вот эти собрания и так далее, все это на вас распространяется. Вещание управляющего и так далее. Это по праву рождения, можно сказать. Пока вы являетесь собственником данной недвижимости, на вас обязанности возлагаются. И, кстати, условия договора, которые утверждены собранием собственников, также все распространяются за исключением одного, что санкции должны быть подтверждены лично. Да, большое спасибо за разъяснение. Спасибо. Между тем, вот продолжают поступать вопросы. Значит, есть ли батареи не советские? А, ну давайте сначала примем звонок. Здравствуйте. Кардиограммана. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас дом многоквартирный, нетипичный для Латвии проект испанский или португальский с плоской крышей и множеством декоративных деревянных решеток. Они гниют, падают, затекают лоджии жителям. Мы хотим полностью избавиться от них, ремонтировать очень дорого. Может ли архитектор убрать эти решетки полностью и сколько это может стоить и куда это дешевле обратиться? Спасибо. У нас бедреба. Ответ очень простой. Решение о том, что какие-то элементы здания по отделке тоже является моим изумлением частью фасада, хотя плоско и не видно ниоткуда, но тем не менее по нашему законодательству все работы, которые производятся по изменению фасадной части, они должны быть подготовлены лицензированным архитектором, то есть должен быть сделан проект, который согласовывается в различных инстанциях, гувалды, если надо, с главным архитектором города и так далее. И согласно проектам можно. В процессе проектирования в том числе при необходимости архитектор привлекает инженера, который дает заключение о том, насколько это изменение влияет на долговечность и прочность. Так что сделать это можно, по ценам ничего не скажу, надо выбирать архитектора и архитектора. Спасибо большое. Да, спасибо. Значит, пишут нам вопрос, если батареи не советские чугунные, а другого типа, как рассчитать необходимую длину батареи? Вообще-то батареи считаются по мощности. У них есть коэффициенты затекания. Там вообще если говорить инженерно, то это достаточно не для радиопередачи расчета, но банально рассчитывается по мощности. Каждая батарея имеет свою тепловую мощность. Я понимаю, наверное, спрашивает человек, какую батарею ему купить для определенного метража комнаты. Он не понимает. тот вопрос вот чем, что на самом деле такой вопрос некорректен, потому что у нас в Риге преобладает однотрубная система отопления, то есть практически каждый радиатор должен подбираться индивидуально, не только, исходя из общих параметров. Общие параметры говорят так, что в среднем неутепленный дом это нужно обеспечить поставку тепла 100 кВт на квадратный метр в год. Исходя из этого считается площадь и так далее. Но на самом деле воднотрубная система все гораздо сложнее, потому что до каждой квартиры доходит теплоноситель своего уровня подогрева и поэтому там на каждой на одном стояке каждый радиатор отличается от другого в зависимости от удаленности от источника тепла, от коэффициента заполнения. Там очень много вопросов. там очень много вопросов, поэтому я бы не советовал вот так вот на глаз это делать. Нужно все-таки попросить, чтобы вам рассчитали. Спасибо. Сделайте, пожалуйста, радио. Спасибо. Такой вопрос. С фирмой заключен трехсторонний договор по поводу утепления чердака. До конца исполнения заказа заказа осталось десять дней. Фирма и по-моему не собирается соблюдать сроки. Что делать нам в таком случае, как поступать, если все-таки будут нарушены сроки выполнения этого заказа? мы не соблюдали. Спасибо. Но тем не менее вы настояли на том, что ваш дом самостоятельно принял решение о том, что будет производиться ремонт. Правильно? Трехсторонний договор это когда не доверяют домоуправлению, а выбирают своего поставщика услуг и настаивают, ну вы несете ответственность за то, что вы делаете. Фактически считайте так, что этот контракт заключен между вами, собственниками квартир и этим обществом, которому вы поручили данные работы и возможно даже оплатили аванс. Вы несете ответственность за того, кого выбрали. Вот здесь есть обратная сторона медали трехстороннего договора, что на самом деле, когда заключает допустим ваше домоуправление, то оно и занимается дальнейшим. Во-первых, оно само выясняет, насколько это надежный поставщик, во-вторых, оно несет ответственность за результат, потому что оно от вашего имени заключает договор, но все-таки представляет ваши интересы они и это входит в их обязанности по управлению. В данном случае вы сами выбрали себе поставщика услуг, ваша управляющая компания является просто транзитером денег. Вы решили, что между фирмой XXL и вами заключаются договорные какие-то услуги, и стоит это быть столько и такие же салют. Ну, дальше смотрите в договоры, какие санкции будут заложены. самая правильная наверное все же выбирать компанию, которая профессиональная, которая за вас эти вопросы решает, если у вас все же есть необходимые профессиональные качества для всего, для руководства, всеми этими вещами, тогда вы это можете делать сами. Проблема трехсторонных договоров в том, особенно в этот строительный сезон, когда цены скачили, о том, что РНК неповоротлива, они очень долго их согласуют, пока 2-3 месяца проходят, строитель уже говорит, слушайте, уже потеряли, подскачили 20-30-40%, из-за этого трехсторонных договоров обычно это как? Это обычно вам какие-то знакомые или что-то кто-то посоветовал и просто через них обращать и тогда там нужно вопрос просто в переговорах решать, чтобы довести вопрос до конца, потому что наверное, если они были выбраны, они были выбраны по каким-то профессиональным критериям и просто нужно следить и общаться с строителем. Если вы говорите, что сроки не вышли, значит сроки не вышли. Если строитель говорит, что он успеет, значит он успеет. И второе, что Сергей говорит, если в договоре есть потом штрафы, тогда вот все, что кому полагает, какие штрафы. Но я думаю, что все хорошо будет. Если что, тогда нужно строить договоры. Я скажу так, обычно трехсторонний договор возникает тогда, когда люди недовольны ценой. Но не всегда низкая цена или выдающаяся в сторону понижения цена на рынке гарантирует качество. Вот в чем дело. И люди очень часто попадают в ловушку. Что сначала предлагают, что мы сделаем это за 2 евро, а потом говорят, ой, ребята, когда вас уже втянули, получили аванс и так далее, ой, ребята, здесь у вас много неучтенных объемов, будет стоить 50 евро. поэтому надо быть очень осторожным. Да, с одной стороны это возможность, с другой стороны и это ответственность. Но по конкретной адресе я узнал голос радиослушательницы, я уверен, что там все будет хорошо. Да, здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос по воде и канализации. У нас, значит, написано в наших квитанциях по квартплате УДНС обгады униканализации. Мы платим только за воду или за то, что УДНС, Рига СУДНС нас еще обслуживает, туда входят и какие-то ремонтные работы. То есть не ремонты, ну, даже не знаю, как формулировать, но обслуживание всей канализации, скажем так. Ну, сразу вам отвечу, если вы посмотрите на домашней страничке Рига СУДНС, то там есть два тарифа. Есть тариф за водоснабжение, есть тариф за услуги канализации. Просто вам пишется в одной строке, но на самом деле этот тариф получается суммированием двух цифр. Сколько стоят услуги канализации централизованной, сколько стоят услуги водоснабжения. И вот эти почти два евро, они вот так и складываются. Я сейчас не помню, в каких пропорциях, но на сайте Рига СУДНС это показано. Это не ремонт. Это именно оказание услуг, потому что вы сами понимаете. Оказание услуги. Извините, просто у меня тогда еще такой вопрос. Вот нам тут были какие-то ремонтные работы, и Рига СУДНС насчитал нам больше 17 евро за какую-то УДНС паттернер коррекции. Причем не объясняя ничего. Он подал эти данные в Рига с нам у Парвалда. Рига с нам у Парвалда естественно нам выставила счет. И сказали, что поскольку у нас Рига СУДНС наш поселок мы находимся в конце улицы Бекернику, что Рига СУДНС нас не принял на обслуживание, я не понимаю этого тоже. И поэтому нам дополнительно какие-то выставляют счета за какие-то ремонтные работы. Но сколько у нас вот это такая большая даже небольшая 17 евро насчитали по всему поселку, где больше 30 домов и на каждую квартиру. Ничего не объясняю, просто пишется Лент Габбл 17,43 плюс ПВН получается 21 евро. Извините, это не поселок бумажной фабрики бывшей? Да, 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 да. Вот. Я ездила в Рига Суденц, хотела узнать, что это отдельно какой-то договор заключается, но там сидят работники, которые, к сожалению, ничего не могут ответить. Вот я хотела бы этот вопрос как-то прояснить, может быть, вы знаете это. Я в курсе немножко слышал про ваш поселок и проблема в том, что раньше все эти дома были выстроены для работников бумажной фабрики и документация не была передана в службу города, из-за этого получилось так, что вот внутренние все эти сети всего этого поселка вашего, она осталась нигде, она нету ни в одной конкретной организации, ни документации, и такого владения. Из-за этого получается так, что все те управляющие компании, которые работают в вашем поселке, они между собой договариваются, как пройдет эти ремонтные работы и сколько на каждого человека их ставится, как учитывается вода и так далее, потому что у три государства есть где-то, если я правильно помню, на поставке на сам поселок только счетчик и все, что у вас набирается на всем этим поселке, ну, все это каким-то образом нужно распределить. Сложная ситуация, скорее всего, нужно один раз всем собраться за один стол, всем управляющим компаниям, которые работают в этом поселке, и решить этот проблем навсегда, ну, это один вариант, второй вариант это политическое решение, опять же таки, города, о том, что передать эти сети в Ригас Уденс, потому что, ну, во всем городе нормально они отвечают за все те линии, которые на дорогах и так далее, до домов, а здесь, получается, как бы перенесена эта проблема с внутриквартальными сетями, которая была также в городе Рига. Так, у нас тоже была такая ситуация на улице Илукстас, лет, наверное, пять или четыре обратно, и где Ригас Уденс запросил, чтобы было голосование всего квартала, стопроцентное, о том, что жители передают эти сети в Ригас Уденс. Ну, почему это должно быть, извините, решение жителей, а не решение рижского города? Почему? Здесь, по-любому, здесь не хватает политического желания. Я согласен с вам, здесь не хватает политического желания думы, так как в свое время это выстраивалось, это выстраивались не с жителями эти сети, да, это все равно было, считая или не считается, были или городская, или государственная структура, да, то есть они сейчас отмахиваются, отмахиваются тем, у нас где-то бумажки о том, что как эта сеть была выстроена, что там стоит за трубы и так далее. Они боятся беря эти свой баланс, так как они понимают, что система вся, она уже в плохом техническом состоянии, там придется вкладывать. Но, причем тут вы, да, по-большому, вы жители города, и город должен про вас позаботиться. Из-за этого я вижу тогда, что, наверное, изначальная активность должна быть сбор росписи со всего поселка жителей на стол мэра пускай решает, потому что он, соответственно, обращаться надо к мэру. Я думаю, да, потому что здесь должно быть именно политическое решение исполнительного директора. Исполнительного директора политическое решение может дать мэр. Вот и все. Я бы сказал еще, что Рига Суденц это уникальная в мире организация. Это единственная организация, которая свой продукт поставляет в никуда. То есть, если вы посмотрите на договора и правила Овеческой Думы по водоснабжению, то Рига Суденц поставляет воду до границы земельного участка многоквартирного дома или до фундамента многоквартирного дома. Ни в коем случае не в дом. И большая часть транзитных коммуникаций, большая часть вообще коммуникаций вообще не... Рига Суденц считает, что это не... В отличие от Рига Суденца, где совершенно четко тепло поставляется на выходе из счетчика. То есть, после учета выливается вода теплоносителя из счетчика, тогда он очищается. То же самое с вами. В свое время проходила приватизация. Это агентство по недвижимости, которое госфонд и отраслевой фонд приватизировал, забыло, что есть такие коммуникации. Рига Суденц в этой ситуации поступал честнее. Он приходил и выкупал. За пять латов выкупал эти коммуникации и ставил на свой учет. Они пошли по тому пути, что они выкупают эти коммуникации по смешным ценам, естественно, но после этого за них отвечали. Рига Суденц нигде в Риге не отвечает за поставку воды. Он отвечает за поставку воды куда-то до той границы, которую они сами изобилили. И это на сегодняшний день сохраняется сквозь и рядом. У нас сейчас есть в обслуживании дом, где три дома все питаются из одного колодца, но граница ответственности на колодце, а как дальше все три дома получают эту воду, никого не волнует и Рига Суденц в том числе. То есть, вот берите, подходите к колодцу, Пожалуйста, Сергей, скажите, у вас в вашем хозяйстве отдельно договор с Рига Суденц заключен? Ну, что значит? Ну, по каждому дому заключен договор. По каждому дому? По каждому дому. Ясно. Это можно делать в том случае, если вы можете стать абонентом, то есть, у вас должно быть отдельное подключение, а насколько я понимаю, ваш поселок является абонентом. Вы отдельным домом, пока вы не проложите себе отдельную трассу, не сдадите ее Рига Суденц, не сможете. Ясно. Все понятно, что ничего не понятно. Ведите ведерко, идите на тот колодец, который является границей ответственности, и откуда идите. Да, ну, такие суммы, которые насчитывают Рига Суденц, это вообще получается, что вылили целое озеро воды, насчитали такие суммы, и мы ни за что не ответственны. Вообще очень продолжаются. Еще раз набираете много-много росписей на вашем коллективном заявлении обращайтесь в Рижский дом, потому что, ну, ребята не тем занимаются, явно, там, велодорожка это хорошо, ребята, и столбики на улице Тарбетс тоже хорошо. Да, ну, понятно, но, к сожалению... Извините, извините, последнее, я понимаю, что за эфирное время, то есть нам надо в Рижскую дому напитать, чтобы Рига Суден взял нас на баланс или как? Я понимаю, что да, вам нужно будет обратиться в Рижскую думу, собрать все голоса, ну, вот, все подписи владельцев. Ну, и вот, и дальше идти. Спасибо большое, просто нам показывают, что, к сожалению, время закончилось. Я благодарю наших экспертов, это были Айвар Гонтарев и Сергей Сидорко, до следующего понедельника, когда выйдет в эфир программа Добро пожаловаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова